Здарова, ребят! Как всегда, с вами снова я Гриф. Да, я сейчас держу те самые бельцы в своих руках. И давайте посмотрим, что они из себя представляют. Итак, историю этих бельцов я вам рассказывать не буду. В общем, расскажу вкратце. Купил я их в 2015 году. И на тот момент лучше наушников на рынке не было. Даже те же самые Боус, они серьезно у этих бельцов. Потому что эти бельцы покупались в Америке за 170 баксов. Но у нас такая пара стоила 11500 гривен. Я тогда на следующий день пошел в Цитрус, когда мне их батя купил в Америке за 170 бачей. А это примерно около 3500 гривен. 3500-4000 гривен. И я просто тогда был в шоке. Я знал, что бельцы у нас намного дороже стоят оригинальные. Но я просто был тогда в шоке. Итак, сами наушники у нас сделаны из металла. Но вот оголовье у нас пластиковое. Да, я понимаю, что этим наушникам уже 4,5 года. Но, блин, что это за хруст? Вот, послушайте. Ну, это да. Может быть, я и придираюсь. Потому что наушникам 4,5 года. Но, как по мне, такого хруста не должно быть. И второе. У этих наушников оголовье сделано... Точнее, оголовье у нас прорезинено. То есть, вот это у нас резина, которая, кстати, в некоторых местах уже просела. Потому что приняло немножко форму моей головы. Потому что скоро наушникам уже 5 лет исполняется. Да, ребят? Ни один ютубер не носит одну пару наушников целых 5 лет. Это юбилей для этих ушей был. И оголовье у нас, как я уже и сказал, пластиковое. Но само оголовье сделано очень качественное. Как бы вы их ни крутили, в какие стороны ни жали, ни гнули. Вообще им просто пофигу их даже. Тут внутри наушников у нас перейдёт такой плавный переход с надписью Bits Mixer на сами уши. В общем, сейчас я вам покажу. Вот эти переходы на сами уши. Ах, да. Переход, получается, здесь идёт на провод. То есть, под этой штукой спрятаны провода. Вот. Которые идут в итоге в динамик. Вот. И саму чашку. Сами чашки у нас сделаны из кожи. Точнее, сами амбушюры для чашек у нас сделаны из настоящей кожи. Потому что у нас в странах СНГ эти наушники стоили 11 тысяч на момент выхода. 11 500. И странно было бы в оригинальных бицах за 11 500 не увидеть кожу, а увидеть и почувствовать какой-нибудь кожзам. Но нет, здесь всё-таки не поскупились биццы и сделали настоящую кожу. И также у нас модульный провод идёт. Его можно отключать. Что очень круто. То есть, отключается сразу вместе с проводом микрофон. То есть, микрофон можно тоже отрубать. Но сейчас он у меня вот так вот привязан, потому что никакой подставки не шло. Реально сложно было его вот так вот держать без подставки. Вот это первые видосы мои записаны были на эти наушники. Вот так вот без подставки я его просто вот так вот держал. И это было очень неудобно. А сами чашки и крепления к нашим чашкам сделаны из металла. Из настоящего металла. И их можно складывать. Да, вот это самый большой плюс. То, что эти наушники ещё и складные. Можете. Если бы вот так вот здесь не висел сейчас у меня микрофон, то я бы их сложил, закинул бы в тачку и поехал бы куда-нибудь. Если бы мне сейчас было 16 лет. Вот. А так только любоваться вот этой функцией складных наушников. И всё. Также их можно загинать вот в эту сторону, но только вот так. Если вы какой-нибудь диджей, вам там надо послушать. Вот просто вот так вот загнули, надели, послушали. Да, я соглашусь, это не очень удобно, но тем не менее. Вот этот наушник сюда. И вот такое вот колесо, в общем, получается. Или байк из трона. Очень прикольно сделано. Также у нас переключатели сделаны из металла. То есть у нас практически кроме оголовья все наушники сделаны из металла и настоящей кожи. Провод у нас эластичный. То есть он гнётся в любую сторону. И имеет память. Он полностью выдевается. И давайте послушаем запись звука с этих битцов. И микрофон на наших битцах звучит примерно вот таким образом. И, блин, как я кайфовал от этого качества звука, когда послушал его в первый раз. Плюс включено шумоподавление. Запись проводится с помощью OBS Studio. Шумоподавление минус 30 дБ. Слушать музыку в них очень приятно, благодаря динамикам Dolby Digital и виртуальному звуку 5.1, который тут полностью поддерживается. То есть это не просто какая-то эмуляция звука 5.1. Это настоящий звук Dolby Digital 5.1. То есть у вас кинотеатр дома. Слушать музыку приятно, потому что у нас тут амбушюры из настоящей кожи. И первый час вы эти наушники вообще просто не слышите, не чувствуете. И самое главное, что они не пропускают шум от 15 до 20 дБ. На минуточку, сейчас у меня там мама сушится феном. Я её практически не слышу. Только так чуть-чуть лёгенькое такое шумение. В принципе, вот такой вот обзор получился. Но есть ещё один недостаток у этих наушников. После двух часов прослушивания музыки, они начинают нихреново так давить на уши. И, пожалуй, это единственный недостаток этих наушников. Ах, ну да, ещё забыл. Подставка для микрофона для ютуберов. Потому что микрофон здесь очень качественный.